Лего-мир. Под таким названием прошел ежегодный городской конкурс по лего-конструированию среди бердских дошколят. В состязаниях приняли участие 10 детских садов нашего города. В парах ребята показали слаженность команд, быстроту и точность сборки моделей. На столах у маленьких строителей корзинки с известным детским конструктором Лего. Комплекты у всех одинаковые. На время юные конструкторы должны из цветных деталей воссоздать домик, точь-в-точь, как на картинке. Педагоги отмечают, конкурс направлен на то, чтобы ребята смогли проявить себя и посмотрели, как работают другие команды. Дети с удовольствием их посещают, потому что они развивают не только творческую направляющую ребенка, они хорошо развивают моторику. Это способствует развитию мышления ребенка, способствует развитию умения работать в команде детям, потому что иногда они собирают какие-то детали, какие-то конструкции парами. Детсадовцы работают в парах. Для каждой команды четыре задания. Лего-мозаика, сборка по картинке, лего-творчество и сборка на время. Дело серьезное, говорят ребята. Здесь важен не только огромный труд, но и взаимопонимание между коллегами в конструкторском бюро. У меня дома есть лего, я им тоже иногда играю. Что-то собираю по инструкции. Можно построить всяких, много построек и всяких машин. И еще у тебя развивается мозг, потому что ты много ищешь. Большое всего нравится мне собирать дома, деревья и все. Некоторые из дошкольников в первый раз участвовали в таком конкурсе. Но несмотря на это, ребята показали свою смекалку и знания. Родители говорят, такие мероприятия развивают у детей мыслительные и творческие способности. Как все говорят, ум на кончиков пальцев, то есть это моторика, внимание, память. То есть дети видят зрительно разные фигуры, могут придумать сами разные какие-то свои постройки, при этом сочинить какую-то историю. Я считаю, что это разностороннее развитие у ребенка происходит. И самое главное, что это нравится детям. Пока ребята усердно трудились и выполняли задания, родители не сидели сложа руки. Мамы, папы, дедушки и бабушки выкладывали разноцветными стразами алмазные картинки.